В эфире Пингвинус. Это будет не совсем обычное видео, оно скорее информационно-познавательное. В нем я кратко расскажу, что такое VDS, VPS-сервера, расскажу про виртуализацию и кратко покажу несколько примеров использования. Мы попробуем запустить свой сайт, создадим свой игровой сервер и подключимся к удаленному рабочему столу. Это видео подготовлено в партнерстве с хостинг-компанией VDS, и все действия я буду выполнять с использованием их решений. Мы буквально в два клика создадим выделенный сервер, и дальше я покажу примеры его использования. Для начала пара слов о том, что такое VPS или VDS-сервер. VPS расшифровывается как Virtual Private Server, а VDS как Virtual Dedicated Server. И означают они на самом деле одно и то же. Это виртуальный выделенный сервер. Иногда, кстати, под VPS понимает виртуальный сервер, который управляется операционной системой, а под VDS, который управляется аппаратными ресурсами. Но такое разделение этих понятий очень условное, поэтому считаем, что VPS и VDS одно и то же. Как это все выглядит? Где-то стоит физический компьютер, правильнее, наверное, будет его назвать мощным сервером, и на нем работают виртуальные сервера. Каждый такой виртуальный сервер для простого пользователя выглядит так, как если бы он работал с обычным сервером, с обычной системой. Это может быть Windows, Linux или другая операционная система. Вы получаете почти полный доступ к такой системе. Если это Linux, то у вас есть root-доступ, то есть вы можете делать системой все, что захотите. Например, создавать пользователей, устанавливать, удалить программы и так далее. Но ваша серверная система в таком случае работает не отдельно на одном компьютере, как, например, ваша домашняя система Linux, а работает совместно с другими такими же виртуальными серверами на одном компьютере. Но за счет специальной программы виртуализации все эти виртуальные сервера работают независимо друг от друга. На каждый выделенный сервер выделяются заранее известные аппаратные ресурсы. Это определенные параметры процессора, частота, количество ядер, объем императивной памяти, объем накопителя. Для примера, вот в моей панели управления на VDS, но у меня создан виртуальный сервер на Ubuntu, и он использует одноядерный процессор, 1 гигабайт оперативной памяти и 30 гигабайт высокоскоростного NVMe накопителя. Вернемся к виртуализации. Программа, которая управляет виртуальными серверами или виртуальными костевыми системами, довольно сложная штука. Ее называют модным словом гипервизор. Она обеспечивает изолированную друг от друга работу виртуальных систем и распределяет каждый аппаратный ресурс. И способ, которым это делается, называется технологией виртуализации. То есть есть разные способы все это делать. Существуют разные технологии виртуализации, но в целом они выполняют одну и ту же задачу. Из популярных можно отметить KVM и OpenVZ. Остановлюсь на них чуть более подробнее. Технология OpenVZ реализуется на уровне операционной системы и базируется на ядре Linux. На пальцах это означает, что на физическом сервере установлена, скажем так, главная основная операционная система и на ней запущен Linux. То есть используется одно ядро Linux. И из этой операционной системы запускаются все виртуальные сервера. И каждый такой виртуальный сервер использует ядро Linux основной системы. То есть они все используют одно ядро. Отсюда вытекает одно из ограничений OpenVZ, заключающиеся в том, что она может создавать виртуальные сервера только на базе Linux. То есть через OpenVZ нельзя создать VPS, например, на Windows. Другая технология виртуализации KVM это Kernel Based Virtualization. Виртуальная машина встроена прямо в ядро Linux и использующая аппаратные возможности виртуализации. Проще говоря, это некий программный модуль, ядра Linux, который позволяет ядру Linux работать в качестве гипервизора. Для работы KVM требуется, чтобы процессор поддерживал функции виртуализации. То есть требуются специальные аппаратные возможности процессора, специальные инструкции, которые позволяют эффективно и с максимальной производительностью реализовать виртуализацию. И каждая виртуальная машина, которая запущена через KVM, запускается со своим ядром. Это важное отличие от OpenVZ, где, как я и говорил, все виртуальные машины используют одно ядро Linux. А так как в KVM нет привязки к главному ядру Linux, то KVM поддерживает создание виртуальных машин для разных операционных систем. То есть вы можете запустить в качестве гостевых систем и Linux, и Windows, и BSD, и другие. Работая в гостевой системе, вы, кстати, можете узнать, какая виртуализация используется. Например, можно воспользоваться утилитой, которая называется VirtWod, и которая покажет систему виртуализации. В моем случае мы видим, что используется KVM виртуализация, и это действительно так, потому что на хостинге VDS она используется как раз KVM виртуализация, и можно создать VDS-сервер как на Windows, так и на Linux, так и на любой другой операционной системе. Теперь, когда мы имеем начальное представление о том, что под капотом у виртуальных выделенных серверов, я перейду к практической части. Обладая должными навыками и аппаратными возможностями, каждый может создать у себя, скажем так, главный сервер и запустить на нем виртуальную машину, и поднять виртуальные выделенные сервера. Я же воспользуюсь возможностями партнера, хостинг компании VDS, мы создадим через панель управления хостингом виртуальный выделенный сервер. Это делается буквально за пару минут. Выбираем, какую систему мы хотим установить, это может быть один из популярных Linux-дистрибутивов, или, например, Windows. Причем лицензия уже включена в оплату, что является большим плюсом. Я выберу самую свежую Ubuntu 20.04. Выберем количество ресурсов, которые хотим выделить для сервера. Тут все зависит уже от ваших задач. И нажимаем создать. Ждем пару минут и получаем готовый к работе виртуальный сервер. То есть вы получаете готовую к работе операционную систему, которая запущена и работает 24 на 7. И вот тут самое интересное, что можно с ней делать. Одно из самых популярных использований VDS-серверов – это запустить на ней свой сайт или несколько сайтов. Ручная настройка сайтов на VDS требует некоторого опыта. Я сейчас просто для примера покажу буквально самые базовые действия. Теперь с нашего локального компьютера подключимся к серверу по SSH. Для этого открываем терминалы и вводим команду для подключения. Установим веб-сервер Apache. Для этого просто выполняем команду sudo apt install apache2. Проверим статус. Видим, что Apache в состоянии активен. На самом деле уже на этом этапе у нас есть сайт, который создан по умолчанию и уже работает. И мы можем открыть его через браузер. Он доступен по IP-адресу вашего сервера или по временному домену, который может предлагаться вашей хостинг-компанией. Узнаем IP-адрес сервера, вводим команду hostname с ключом "-i", открываем браузер и вписываем этот адрес в адресную строку. И открывается вот такая вот страничка. Фактически это сайт, который состоит из одного файла индекс HTML и расположен он в директории var.vvv.html. Конечно, чтобы свои сайты у вас открывались на нужных доменах, то необходимо в настройках Apache создать виртуальные хосты и привязать домен к вашему хостинг-провайдеру. В VDS-ине это можно сделать через их панель управления в разделе DNS. Сейчас я не буду этого делать, все-таки полноценная настройка поднятия сайта это тема отдельного ролика. Я же просто сейчас очень кратко и быстро покажу, как, например, запустить свой сайт на движке WordPress, но без каких-либо настроек и подробностей. Просто чтобы вы понимали, что в принципе это совсем несложно и делается буквально за 5 минут. Итак, установим поддержку языка PHP и базы данных MySQL. Выполняем буквально две команды. Сначала устанавливаем MySQL. Запустим специальный скрипт, чтобы задать некоторые настройки безопасности. Установим PHP. Чтобы запустить тестовый сайт, я позволю себе воспользоваться директорией, которая в Apache создана по умолчанию, но подчеркну это только для примера и так делать нельзя. А теперь запустим сайт на CMS WordPress. Воспользуемся так называемой установкой WordPress за 5 минут. Нужно выполнить буквально несколько простых шагов. Скачиваем WordPress. Распаковываем архив. Создадим базу данных, которая будет использовать наш сайт. Создадим для этой базы данных пользователя с именем Боб и зададим для него пароль. Создадим файл конфигурации WordPress и вносим в него данные для подключения к базе данных. Теперь вводим в браузере адрес нашего сайта. В моем случае это просто тестовый домен. И открывается простая форма, в которой мы вносим данные о сайте, который мы создаем. И нажимаем кнопку «Установить». Ура! Мы только что создали сайт на WordPress, который работает на виртуальном сервере. Еще раз отмечу, что я показал только пример. Для реальных сайтов нужно выполнять еще разные настройки безопасности, но в интернете много подробных руководств на эту тему. Кстати, есть люди, которые ошибочно думают, что заставить работать сайт – это очень сложно, но, как видите, ничего сложного нет. Более того, я показал, скажем так, как вручную все сделать, но новички могут пользоваться готовыми шаблонами серверов. Например, через панель в управлении VDS, но можно создать сервер с популярной панелью управления Vesta Control Panel, через который очень удобно и просто управлять сайтами, базами данных, открывать FTP-доступ и выполнять массу других полезных действий. Отвлечемся от сайтов и перейдем к более приятным вещам – к игрушкам. Сейчас я покажу, как поднять свой игровой сервер на VDS-сервере. Для примера возьмем игру Mindtest – это некий упрощенный open-source клон Майнкрафта. Установим пакет Mindtest-сервер. Запустим его. Сейчас я запустил его просто от пользователя Root, но это не совсем верное решение, лучше бы запускать его в качестве сервиса. Но я просто показываю возможности VDS, поэтому сейчас это не принципиально. Теперь можно разослать друзьям адрес сервера и пригласить их в игру. Запускаем Mindtest уже на нашем локальном компьютере, вводим IP-адрес сервера и попадаем в игру. Итак, мы буквально за одну минуту подняли свой игровой сервер, который полностью под нашим контролем и работает постоянно, и мы можем использовать его и управлять им сами. Для примера запустим, например, еще свой сервер для трехмерного шутера Red Eclipse. Устанавливаем сервер. Инструкция по настройке сервера есть на сайте игры. Сам сайт немного красный, страшноватый, но мы же ничего не боимся, тут нет ничего сложного. Запускаем сервер. С локального компьютера запускаем игру и подключаемся к нашему серверу и наслаждаемся игрой. А главное тем, что мы сами хозяева своего игрового сервера. Как видите, все просто. Вопрос только в ресурсах и правильной настройке. До этого мы работали с нашим сервером через командную строку. Но так как наш виртуальный сервер это фактически обычная система Ubuntu, то мы можем для нее установить и графический интерфейс. Для примера установим среду рабочего стола XFCE. Можно установить только базовую часть XFCE через пакет XFCE4, а можно установить полный комплект, который называется Xubuntu Desktop. Я установлю только базовый пакет, и в нем уже мы сможем что-нибудь доустановить. Выполняем команду sudo apt install xfce4. Дожидаемся установки. Теперь, чтобы получить графический доступ к нашему серверу, мы воспользуемся VNC клиентом. VNC это средство для удаленного доступа к рабочему столу другого компьютера. Все данные для подключения по VNC я могу видеть в панели управления хостингом. Это адрес сервера, пароль и порт, который мне требуется для подключения. На локальном компьютере нам понадобится VNC клиент. Воспользуемся клиентом Remmina, он предустановлен по умолчанию в Ubuntu. Запускаем, вводим данные. И открывается рабочий стол нашей системы на сервере. Вы можете работать с ним как с обычной системой. Можно запускать программы, настраивать и так далее. В общем, делать все, что захотим. Если вдруг что-то поломается, можно в панели управления хостингом перезагрузить или удалить и заново создать виртуальный сервер. Будем потихоньку закругляться. Я показал несколько примеров использования VDS серверов. Мы также узнали основы о том, что это такое. Узнали про QVM, про OpenVZ. В третий раз я еще раз подчеркну, что все действия выполнял только для демонстрации возможностей. Я работал под пользователем root и так далее. Для реальной же настройки вам нужно будет в первую очередь уделить внимание безопасности вашего сервера. Возможно, где-то я был немного некорректен. Поправьте меня в комментариях, помидорами не кидайтесь. Но руководства в интернете на русском языке очень много, поэтому тут ничего заоблачно сложного нет. В принципе, любой человек сможет разобраться при должном подходе. На самом деле возможностей использования серверов намного больше. Вы можете использовать VDS для размещения сайтов, можете создать игровой сервер, как я и показал, можно создать свое личное облачное хранилище, можно разместить репозиторий для хранения своих программ. Есть масса возможностей для использования в корпоративной среде, поднять базу данных, запустить различные облачные сервисы и так далее. Можно использовать его под свои задачи в качестве тестовой площадки, то есть получить в управление систему Linux или любую другую, и работать в ней, не боясь навредить своему локальному компьютеру. Возвращаясь опять же к панели управления от компании VDS, в ней можно подключить любой ISO образ к своему серверу и установить любую систему, какую вы хотите, а не только те, которые предлагаются по умолчанию. Если же возможности виртуального сервера вам не хватает, то вы можете арендовать выделенный сервер и получить доступ к нему. На этом все. Я благодарю компанию VDS, которая предоставила для тестирования свою хостинг-платформу. В VDS вы можете арендовать как облачные VDS сервера, так и выделенные физически, или купить себе вечный сервер, заплатив за него всего один раз. У них по суточной тарификации, можно выбрать тариф под свои потребности. А в описании будет ссылка, по которой вы можете перейти и получить скидку на покупку услуг компании. Всем большое спасибо за просмотр, всем добра, хорошего настроения и много солнца. С вами был Пингвинус.